В эфире Самарский телевизионный вестник в студии Дарья Добровольская. Здравствуйте! Самара готовится к параду памяти. 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре он пройдет уже в 13 раз. В нем примут участие более 100 парадных расчетов, половина из которых юно-армейцы, кадеты, военно-патриотические клубы Самарской области. Традиционно приедут и участники из всех регионов Приворского федерального округа, а также других территорий Российской Федерации, включая город Снежное Донецкой Народной Республики. Впервые в истории парада прибудет расчет из белорусского города Героя Бреста. Приглашены представители дипломатических миссий в 16 иностранных государств. В 2023 году основная тема парада памяти – Герои и подвиги. Напомню, 7 ноября 1941 года по центральным площадям трех городов Москвы, Воронежа и запасной столицы Куйбышева прошли торжественным маршем войска, уходившие на фронт. Тогда парад прошел в сражайшем секрете, о нем самарцы и не знали. Современники вспоминают, о проведении боевого смотра сообщили только через несколько дней и только в столице. Многих солдат с Куйбышевского парада отправляли сразу на фронт. Во время войны Куйбышевский парад стал самым длительным и массовым. Например, в Москве смотр длился меньше 30 минут, в нашем городе – полтора часа. В Самарской области поймали 52 пьяных водителя. В регионе подвели итоги масштабных рейдов ГИБДД, которые прошли выходные. Сотрудники полиции выявили 9 водителей без водительских удостоверений. Под пристальным вниманием сотрудников госавтоинспекции оказались и иные правонарушения. За нарушение света пропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлечены 165 водителей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до 4000 рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 120 часов. Во время рейдов выявлено 37 нарушений правил перевозки детей. Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 85 правонарушителей со стороны водителей и 78 со стороны пешеходов. В Самарской области пострадал пятилетний ребенок в ДТП с пассажирским автобусом. В Сызере непьяная женщина без прав за рулем иномарки сбила пешехода. В Самарской области разыскивают водителя грузовика, который насмерть сбил пешехода. Обо всем по порядку во взоре происшествий. В Самарской области пострадал пятилетний ребенок в ДТП с пассажирским автобусом. В Тольятти произошла авария с участием маршрутки «Лада Гранта». Пассажирский автобус «Фиат» под управлением 35-летнего водителя в районе дома номер 16 по улице автостроителей выбрал неверную дистанцию до впереди идущего автомобиля «Лада Гранта». Он не успел затормозить перед светофором и врезался в легковушку. В аварии пострадал пятилетний пассажир автобуса, который во время аварии находился в средней части салона маршрутки. Врачи назначили ему амбулаторное лечение. В Сызрани пьяная женщина без прав за рулем иномарки сбила пешехода. По данным ГИБДД, авария произошла в час пятьдесят в Сызрани во дворе дома номер 74А по проспекту 50 лет Октября. Автомобиль «Тойота Королла» под управлением 35-летней женщины в нетрезвом состоянии, к тому же ранее лишенный прав, при движении задним ходом совершил наезд на 23-летнюю женщину. Пострадавшие осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение. В Самарской области разыскивают водителя грузовика, который насмерть бил пешехода. 22 октября, примерно в 23 часа 10 минут, на 978-м километре автодороги М5 «Урал», водитель, управляя автомобилем предположительно большегруз «ДАВ» со светлой кабиной, стал участником ДТП, после чего, не остановившись, уехал с места происшествия. На месте аварии обнаружен труп мужчины-пешехода. Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, который скрылся с места ДТП и возможных свидетелей. Жительница Самары подарила жуликам кругленькую сумму денег. Так в полицию обратилась 39-летняя женщина с заявлением о хищении более 2 миллионов рублей. Ей несколько часов подряд звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками одного из банков России, и убедили, что ее личный кабинет в мобильном приложении банка взломан, в связи с чем мошенники от ее имени могут оформить кредит. Звонившие рекомендовали женщине закрыть кредитный потенциал, оформив встречный кредит. Следуя указаниям звонивших, жительница промышленного района в других кредитных учреждениях оформила заем на сумму более 2 миллионов рублей и перевела денежные средства на указанные счета. После чего женщина не смогла войти в личный кабинет приложения, поняла, что ее обманули и обратилась заявлением в полицию. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Возбуждено уголовное дело. Крылья Советов проиграли питерскому «Зениту». Это был центральный матч 12-го тура чемпионата страны. Встреча лидеров. Счет в матче открыли хозяева поля на 53-й минуте встречи. С передачи Ивана Сергеева отличился Венделл 1-0. На 65-й минуте Касьера забил второй мяч в ворота Самарцев, но он после просмотра ВАР был незасчитан из-за игры рукой Монтуаном. На 80-й минуте Венделл ударом из штрафной оформил в матче дубль 2-0. В компенсированное время на шестой добавленной минуте встречи вышедший на замену Андрей Мостовой довел до счета 3-0. На седьмой компенсированной минуте Роман Ежов, получив мяч от Владимира Хубулова, отправил красивым ударом мяч в сетку в ворот 3-1. В следующем матче крылья Совета в Самаре примут Оренбург. Игра 13-го тура РПЛ состоится в субботу, 28 октября в 17.30. Вполне с нашей стороны, особенно в плане организации, неплохой первый тайм, но быстрый гол во втором тайме нас раскрыл. И уже вот этот отрезок матча, когда мы проигрывали, мы не смогли найти в себе достаточно сил и возможностей внутренних каких-то, чтобы навязать хорошую борьбу Зенита. В этот момент они доминировали, их индивидуальное преимущество футболистов проявлялось. Ну, в целом, да, наверное, в той ситуации, которая вот сейчас попала в Зенит, в плане, допустим, очковом, мы понимали, что он будет сверхмотивирован, но так и получилось. В общем-то, я еще раз говорю, достойный первый тайм, мы не были сильнее, но мы искали свои шансы, и они у нас были. А так, то, что касается игры, всего матча, счет по игре. Самара разгромила Уникс в домашнем матче единой лиги. Итог встречи 104-93. Первая четверть прошла почти на равных, 23-21 в нашу пользу. Далее казанские гости усилили свой натиск, что принесло результат. На большой перерыв соперники ушли при счете 48-50 в пользу Уникса. Вторая половина встречи осталась за Самарой. Наши парни выдали феноменальные игровые отрезки. За минуту 50 до сирены Хокинс положил выглядевшую для чемпиона приговором треху, доведя преимущество Самары до максимальных 9 очков – 97-88. Играть на победу после такого оказалось не так сложно – 104-93 в пользу Самары. В Самарской области ожидаются дожди и сильный ветер. Такой прогноз делают специалисты Привожского ГМС. Ночь на вторник 24 октября в регионе будет облачно, дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 7 градусов. Днем также облачно, дождь. Ветер юго-западный и западный 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 12 градусов. Это были все новости на сегодня. Далее интересные программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimaski.ru Смотрите наши новости в телеграм-канале. Вы видите на экране QR-код. Сканируйте его с помощью камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.